Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Сегодня поговорим с вами о псалме покаянном, 50-м, который был написан, рождён и написан царём Давидом после совершения двух серьёзнейших преступлений, шедших одно за одним, как звенья в цепи после прелюбодеяния и убийства. Псалом покаянный, помилуй меня Божий, вошёл в наши молитвословы так плотно, что его вырвать оттуда нельзя. Вырывание его из молитвенной жизни человека грозит обрушением всей молитвенной жизни. И вот, что бы я хотел сегодня с вами заметить вместе. Следующие слова. «Научу беззаконные путем твоим и нечестивее к тебе обратятся». Это слова, которые, казалось бы, совершенно не соответствуют общему духу покаяния. Человек виноват в серьёзнейших вещах. Он прелюбодея и убийца. Причём, согласно законодательству, заказчики убийства строже оцениваются. Вот по нашумевшему убийству, допустим, журналиста Гангадзе, мы знаем, что исполнители на лавке подсудимых, но дело не кончено, потому что заказчик неизвестен. Заказчик важнее, страшнее, виноватее, чем убийца. Давид был заказчиком убийства. Он убивал в бою, но это ему не менялось в грех. А вот уже когда он чужого мужа повелел подвести к опасной позиции обороняющегося города, чтобы он наверняка погиб, это уже заказ убийства, это страшнее. Человек совершил две серьёзнейших вещи, которые его отторгают от Бога, лишают благодати, которые его поставляют в ряд один с остальными всеми грешниками, не теми, кто угождает Бога, кто гневит Бога. И вдруг посреди этого покаянного псалма Давид говорит такие дерзкие слова «научу беззаконных». Кто-то каких ещё беззаконных нашёл Давид, кроме себя самого. «Научу беззаконные путем твоим, и нечестивые к тебе обратятся». Чтобы так сказать, нужно стать выше беззаконных и выше нечестивых. То есть «я не беззаконный, и научу беззаконных путям твоим». «Я не нечестивый, я благочестивый, и нечестивых научу обратиться к тебе». Такова неизбежная логика этих слов. И что это означает? Это означает, что Давид имел Духа Святого, и Давид, говоря, говорил не своё. То есть, когда он начал каяться, когда он понудил себя на этот плач перед Богом, на то, чтобы по ночам молиться и проводить на коленях или без сна на ложе долгие часы до рассвета, тогда это был его труд. Но когда человек начинает труды, он никогда не знает, чем они закончатся. Потому что мы думаем себе одно, а Господь Бог управляет нашими делами, располагает ими так, что в конечном итоге всегда выходит нечто другое, нежели мы задумывали. Оно может выйти лучше, оно может выйти хуже, но оно никогда не бывает стопроцентно соответствующим то, что мы придумали. Потому что сам материал, из которого мы что-либо мастерим, сама ситуация жизненная всегда внесёт какую-то коррективу. Как говорил один из писателей, «Переплывая реку, берите выше, потому что всё равно снесёт». Так вот, Давид, начиная покаянный труд, начал его «помилуй мя Божий, по велиции милости Твоей, и по множеству щедрот ты их очисти беззаконие мое». То есть нужна не просто милость, но великая милость. Не просто щедрот, но множество щедрот, для того, чтобы очистить его беззаконие. Он прекрасно это понимает. Но потом начавшийся молитвенный труд заканчивается благодатью, и Господь через него, через Давида, отверзает уста ему, для того, чтобы мы услышали нечто очень важное. То есть Дух Святой через Давида возвещает некую очень важную мысль. Оказывается, кающийся человек может обратить к Богу других согрешивших. Не менее тяжко или более тяжко. Или пусть даже менее грешивших, но из-за того, что не знают Бога, погибающих безвозвратно. Ведь вопрос не в том, кто как нагрешил. Ведь бывает так, что часто много согрешивший много плачет и много исправляется. А мало грешивший гордится тем, что не имеет грехов, и потом еще бывает хуже, чем нагрешивший много и покаявшийся. Это тоже факт жизни. Ведь апостол может стать Иудой, а разбойник может первым войти в рай. Так вот Давид молится, и благодать Божия дает ему подарок. Во-первых, Давид будет учителем для многих грешников. Он до сегодняшнего дня является нашим учителем, учителем молитвы, учителем думания правильного, учителем памяти о Боге, наставником в благодарении, хвалении, отцом нашего богослужения даже, я бы сказал, потому что нет ни одной службы без псалмов. И это подарок, это от Духа Святого, это от Господа, хотя оно вроде бы не соответствует ситуации. Ну, можно примерно подобно говорить, что ангелы возвещают в рождественскую ночь мир, говорят, слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеческих благоволения. Какой, казалось бы, мир, если вот тут же младенца Иисуса желают убить, и Иосиф с Марией должны с ним бежать в Египет, а за его спиной раздается вопль вифлеемских младенцев. Две тысячи детей убиваются, отрываются от сосцов, пронзаются мечами. Какой на земле мир, казалось бы? Что, ошиблись ангелы? Нет. Ангелы не ошибаются. Бог им внушил это сказать. Они пропели не свою сочиненную песню, а Богом внушенную. И действительно на земле мир, потому что мир – это не просто покой между людьми или государствами, а Христос – это мир наш. Он – воплотившийся мир. Это живой мир. Он между нами. И раз появился Бог на земле, значит, на земле уже мир есть. И ангелы его уже увидели. То есть вещи превосходят своё бытовое понимание. И вот кающийся Давид говорит, «Научу беззаконных путем твоим и нечестивые к тебе обратятся». Он – вождь для всех грешников, которые желают покаяться. Не только он, но также, например, Пётр и Павел, более других потрудившиеся, как апостолы, они известны нам и неотделимы их образы в нашем сознании от серьёзнейших пригрешений, которые связаны с их именами. Эти первоверховные апостолы были в жизни, в какое-то время в своей жизни один предателем, второй гонителем. И это чрезвычайно серьёзные вещи. Пётр отрёкся. Отрёкся трижды. Показал всю пламенность своего характера и всю слабость человеческую, которая есть в человеке, когда Бог ему не помогает. Тогда человек полагается только на свои силы. Я сделаю, наделай. То есть ребёнок, говорящий «я сам», берущий ложку, чтобы поесть свои полтора года, обычно захляпывает всё вокруг себя, до рта доносит какие-то малые капли от того, что было в тарелке. Это «я сам» неизбежное такое у ребёнка. У взрослого «я сам» без «Господи благослови» заканчиваются более серьёзными проступками. У Петра, поблизости большой ко Христу, ошибки чреваты большими неприятностями, большими преступлениями. И Пётр отрекается. И мы не забываем этого о Петре. И он сам не забывал этого о себе. «Крик петушины, встречая плачем, прожил он все свои годы». Когда слышал голос поющей птицы, утром вместо будильника тогда будившей людей, Пётр задрогался плачем, потому что образ личного измены, предательства, он не померк в его душе за все годы его жизни. И Павел, человек, который одобрял убийство Стефана, который сам впоследствии показал себя гонителем христиан, и тащил в темнице и мужчин, и женщин, и получал специальные письма, верительные грамоты для подобной деятельности в других городах за пределами Иерусалима. Эти два человека, впоследствии покаявшись, стали столпами веры и встречают, как верит народ наш, людей у ворот Небесного Иерусалима. А Господь Петру говорил, вначале Петру одному, потом всем послал вместе, что дам тебе, потом всем говорил, дам вам ключи Царства Небесного, что свяжут на земле, будут связаны на небе, что развяжутся, на земле будут развязаны на небе. То есть они встречают грешников, кающихся в воротах рая, пропускают их туда. Они на земле совершают великое тело, их это святыни в Риме. В Рим, сошедшися в столицу тогдашнего мира, они легли там, проливши кровь, и души их сегодня перед Богом, они молятся о нас. И это грешники, бывшие грешники, которые, покаявшись, умеют научить других. Научу беззаконные путем твоим и нечестивее к тебе обратятся. Ни ангелам, ни согрешившим, ни великим праведникам, таким, например, как Иоанн Богослов, который девственником полюбил Спасителя, остался безбрачен, дожил до глубокой старости и был чужд многих грехов, которые бывают у обычного человека, не ему дал Господь большую власть, но Петру. Потому что человек, грешивший и знающий стыд греха, боль совести, муку от того, что ты недостоин, однако тебе вручена какая-то высокая миссия, такой человек будет грешнику милостив. Он будет сострадать. Потому Господь Бог и не ангелов поставил в церкви священниками, к примеру, и исповедь принимать повелел таким же грешникам, как и все остальные. Человек, наносящий в себе те же страсти, в котором течет та же кровь, которая ест тот же хлеб, ходит под тем же небом и топчет ту же землю. Вот он, собственно, и должен иметь сострадание к подобному человеку, а иначе будет только одно превозношение, гордость, одно только задирание носа и разговор сверху вниз. А это никогда не бывает полезно. Ну, может быть, когда-то бывает полезно, но очень редко и очень, если правильно, только этим пользоваться. Итак, в псалме покаянном для нас сегодня открывается некая интересная грань. Он блещет для нас, как алмаз, интересным светом. Оказывается, покаяние делает человека способным к тому, чтобы учить других. Не кающийся человек, не умеющий каяться в своих грехах, других ничему научить не может. Поэтому, дорогие христиане, если у вас много грехов, если у вас очень много грехов, то вы этим не отчаиваетесь, потому что человек, как бы ни был грешен, может Бог прокаженно и очистить. Рука Моисеева, да уверите душе, как читаем в каноне Андрея Критского. А главное, чтобы человек исправил свою жизнь с помощью Божией, вот, и тогда могут на нем исполниться слова Давидовы. Научу беззаконных по тем-то им, и нечестивые к тебе обратятся. Вот, что сегодня я хотел вам сказать, с вами поделиться. И в надежде на будущие встречи, прощаюсь с вами, адрес интернет, который высвечивается в нашем экране, бежит строкой, пусть будет для вас адресом для ваших писем. И я по мере сил, недавно только я начал туда заходить, буду читать их и реагировать на то, что вы спрашиваете. Ангела-хранителя, доброй ночи, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин